Всем привет! Этот фонарь я сделал лет 10 тому назад. В то время еще не было мощных светодиодов, а соответственно и мощных светодиодных фонарей на литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторах. А сильным световым потоком могли похвастаться появившиеся в то время газоразрядные ксеноновые лампы. Вот в те темные времена и родился на свет мой ручной прожектор, выдающий аж 3 тысячи люмен. И я вас уверяю, что этот фонарь, несмотря на свой преклонный возраст, даст фору многим топовым фонарям на сверхмощных светодиодах. Это как если бы вы встретили на улице вот такого деда. Основой фонаря служит ксеноновая 12-вольтовая 35-ваттная автомобильная лампа, установленная в корпус фары от автомобиля Копейка. Для того, чтобы лампа разгорелась, необходим блок розжига и 12-вольтовый аккумулятор. Я использовал на 7 ампер часов от ИБП, так как лампа на 35 ватт, то и ток она будет потреблять порядка 3 ампер, поэтому для выключения понадобится мощный выключатель. В качестве корпуса я использовал вентиляционные пластиковые трубы, а именно канал трубный на 125 мм, переходник 125 на 150, заглушка на 125, для переноса фонаря подошла мебельная ручка. Итак, поехали. Убираем родное стекло и вклеиваем гладкое на герметик. Далее всю конструкцию вместе с фарой садим на все тот же герметик в корпус переходника 125 на 50. Пока герметик сохнет, отрежем воздуховод по размеру и подготовим отверстие в корпусе для выключателя. Далее нарежем резьбу для болтика заглушки. Теперь соединим переходник с корпусом и зафиксируем суперклеем. Осталось соединить провода по такой вот простой схеме. Так как у меня нет всех клемм, буду использовать паяльник. Протянем провода в приготовленное отверстие. Зачистим и припаяем клеммом выключателя. Установим выключатель на место. Зачистим клеммы аккумулятора. Один конец припаяю, второй один на аккумулятор. Для зарядки подойдет вот такой небольшой зарядник. Или любой автомобильный для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Фонарь получился достаточно удобный. Ручка располагается в том месте, где расположен аккумулятор. Поэтому фонарь не перевешивает. Хотя и достаточно тяжелый из-за свинцового аккумулятора. В дальнейшем я планирую переделать фонарь на литий-ионную сборку. Теперь все готово, испытаем фонарь на улице. Продолжение следует... Всем спасибо за внимание. Всем, кому понравилось, ставим палец вверх. Удачи, пока.